Возенок, большое спасибо за донат. Слушай, я, наверное, все-таки побуду с циклом и все-таки буду смотреть за кадром, потому что... Блин, с другой стороны, здесь типа как бы представление, то есть, возможно, здесь вообще даже не музыка как бы важна, а именно визуальная какая-то история, но... Короче, ладно, что-нибудь буду придумывать сейчас по ходу дела. Но я смотрю сейчас. Видеоряд, но просто я его не могу показывать. Ну, пока происходит какая-то залупа, если честно. Вот, насчет... Возвращаясь к теме звучания барабанов, я сейчас на секунду все-таки хочу добавить к той своей мысли, что, народ, вот когда ко мне приходят челики и говорят «А с чего ты взял, что там вот такой-то прием в вокале у этого чела или такой-то прием там в игре — это именно ошибка, а не намеренная идея». Вот, то есть, есть вещи, которые просто, ну, аксиома, типа, что вот так делают новички, а вот так делают как бы все вообще в любом жанре. Некоторые вещи, вот это... Типа, есть пара исключений, которые... В которых очевидно, что это была задумка, и это просто слышно, если у тебя есть наслушанность. То есть просто это, ну, некое мастерство у меня именно отличать профессионализм от... или задумку, да, от говна. И когда мне приходят челы и рассказывают, что вообще-то так и было задумано дерьмово сыграть соло, там, типа, дерьмово сыграть на барабанах, ну, как бы... У меня сразу лицо вот этого... Роберта Дауни-младшего. Какой-то мужичок в арке поджег свечу. И Фред, я уверен, испытывает абсолютно те же самые эмоции. Так что... Это вот, собственно... И есть лишняя причина для... Такого вот взаимодействия нашего. Взаимных шатаутов. Просто потому что, ну, мы просто мыслям, похоже. Я не знаю, в арке происходит какая-то хрень. Это, по-моему, жопа вообще. Ну, или это, как бы, дерево, от которого вот... Такие вот складочки, как бы, отходят, как волосики. Ну, похоже вообще на жопу. Очень сильно. Видимо, наверное, все-таки дерево имелось в виду. Ну, блин, жопа двигается. Теперь вот тут здесь дом. То есть вот... Не знаю. Теперь, видимо, как бы... Не знаю. Что дальше происходит, чат, это уже, как бы, вы догадываетесь. Блин, вот такая... Это где-то, знаете, в грифинах. Ха-ха-ха. Так. Окей. Ну, реально, ну, блин, ну, похоже. Вот складки вот вокруг жопы. Вот такие же. Говяха лезет, видимо, я не знаю. Стекла чуть-чуть. Извините, у меня... Фрик, видимо. Ой-ой-ой. А это что? Это прыщ. Скачил. Фу, какой гнойный прям, смотрите. В грифинах как-то высмеивалось, типа, театральные постановки. Что-то какая-то там... Сценка была очень забавная про это. Что вот прям такая же вот... Какая-то именно абсурдная такая скрипка. Рандом какой-то играется. То есть и не хоррор, и не... Три... Ну, то есть... Не поймёшь, какое настроение, и под это всякая дичь происходит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин. Ну, вот как бы что бывает, если запускать прыщи. Томатыч, да-да-да. Ой-ой-ой. Ой. Страшно. Вот эти вот. Ну, типа, видите, бред происходит в плане музыки просто. Нет, вообще-то ты не понимаешь высокое искусство. Вообще-то вы просто говноеды и жрёте дерьмо. А чуваки... Ну, короче, то же самое, что покупать говно художника за 50 тысяч долларов. Хотя, конечно, вообще... Забавно. Ну, ладно, тут больше не музыку надо воспринимать. То есть я говорил про музыку, а скорее как... В целом... Это... Дэвид Линч. Типа... Высокое искусство. Ну, вот, не знаю, просто пошли какие-то глисты уже повылезли, пиявки там, не знаю, ещё что-то, прыщ. Анус. Какие-то занозы, не знаю. Ну, дом, дерево, ладно. Типа дом, типа дерево, типа солнце, типа ш-ш-ш. Глисты. В любом случае. Дэвид Линч какой-то. А, это реально он. Пожалуйста, ссылка вот. Ну, слушайте, ладно. Может быть, я реально... Вот несколько кто-то рассыпал. Наверное, на жопу. Может, я, конечно, не понимаю высокое искусство, действительно. То есть, ну, окей, я про музыку могу сказать, про там... Визуальное, типа... Если бы я что-то понимал в визуале, мой стрим бы так не выглядел, очевидно. То есть, тут... Так всё трясётся, типа. Ну, музыка просто редкостная. Просто галиматья вообще. Очевидно, что... То есть, конечно, тут нужен был... Те, кто это исполняют, это, там, профессионалы. Они, как бы, по нотам играют. И так далее. Тот, кто это сочинил, такой, типа... То есть, вот так вот сделал, просто херню писал от балды. Это... Так, теперь, собственно... Как бы томат полыхает, как бы, спелый. То есть, просто горение пердока происходит. Прыщ, заметьте, не горит. Всё очень страшно трясётся. Ну, видимо... Наверное, это вот... Я смотрю кавер Саши Капустиной на Зиверт. Примерно так же. Вот то же самое вот там происходит. Если камеру поставить, то вот... Один в один. Только без прыщей. Ну, то есть, может, ну, без таких... Так. Что скажете? Вы же и мычат. Прикольно. Как будто глаз такой, типа, да? Как будто зрачок там в нём как-то бегает. Ну, всё, нам всё загородили. Вот то, что сейчас звучало, вот оркестр, когда настраивается, вот... То есть, вот такая вот какая-то... Ну, типа, не совсем какофония, но вот... Чуть-то похожая вот звучит. Все пытаются. Кажется, что-то... Они же все вместе, как бы одним разом что-то сверяются, видимо. Так. Это, видимо, у нас, да, имелся в виду действительно глаз, ухо. Ну, в общем, да. Страшно вырубай. Вот с таким же вот лицом композитор, как бы, сочинял эту музыку. Вот он, видимо, плачет потом, когда понял, что говно сделал какое-то. Это, как бы, зритель после того, как досмотрел это прекрасное произведение искусства. Запись бас-партии. А почему бы и нет, кстати, действительно? Ну, я же жирно возьму, я же жадина. Ну, в целом, да, можно. Ну, сколько жирно? Не знаю. Вообще, зависит от того, к чему надо прописать. Ну, сколько времени нужно будет потратить на то, чтобы что-то сделать. мы пока отвлеклись с вами на секунду. Тут какие-то пришли лоси. Начали что-то хрустеть, что-то плясать. Пошел этот уже... Как же... Какой-то... Изиак, позиак как-то есть. Помните, типа, у чувака видосы, там, пальцы какие-то вот так вот, типа, руки идут, там, во что-то превращаются, коровы танцуют, там, вот это вот все. Вот этот... Из той же серии. Нет, психодел я люблю, как бы, но... Ну, это хоза. Продолжают танцевать. Вернулась арка. Нет, ну... Как бы, понимаете, это в любом... Даже если это на самом деле действительно полное говно, в любом случае, оно взаимодействует со Вселенной под тем же принципом, по которому взаимодействую с ней я. То есть поймут всю гениальность или и правда гениальность этого произведения. Ну, может быть, 1%, 0-1%. Каждый там на тысячной, десятитысячной, кто это увидит, он такой, да, круто. Остальные скажут, ну и говно, и уйдут. Но, собственно, скорее всего, мистер Дэвид Линч, как бы, он, ну, типа, этого и хотел. То есть чтобы... Типа, челики, которые ничего не понимают, типа, меня просто сидели, смотрели, думали, что за херь вообще, что за срань редкостная. А те, кому, как бы, весело, это они такие, о-о-о, остаемся, подписываемся, там, не знаю, лайк, и вот хотим, хотим купить твое говно за 50 тысяч долларов. То есть, в принципе, схема абсолютно, как бы, разумистская, гениальная и так далее. Линч всегда такой парашют делает? Мне кажется, нет. Как бы, но, возможно, у меня тоже, знаешь, типа, как бы, вот, стереотип о том, что Дэвид Линч, это там что-то легендарное. То есть все привыкли считать, ну, что это какой-то супер, там, мрачно, крутой и известный чел. А, возможно, это, как бы, полная херь всегда, я не знаю. Ну, вроде он, там, и Рамштайном клипы делал, и еще что-то. Вот. Так что хзэ, Марик Зибровский какой-то писал музыку. Да, может, не курил, может, просто сделал, но отвали. Ему Дэвид Линч приходит уже, там, в сотый раз, говорит, ты же можешь мне насрать что-нибудь мрачное? Да, как ты задрал, ладно, просто... Я за синтезатор сяду, вот, рандомные кнопки буду нажимать, будет то же самое. То есть, просто сделай быстренько что-нибудь, ну, отвали. Он такой, ладно, хорошо. Пару часов посидел, набросал ему там, типа, он говорит, класс, держи тысячу баксов. Скорее всего, так и сделано было. Норико Миякава. Аниматор. Кстати, я не уверен, как это читается. Зебру... Ну, Зебровский, может быть, даже если З перечеркнутый, то это, типа, что-то там значит, либо что она мягкая, либо что это Ж вообще. Вообще, пожар, скорее всего, он Жебровский тогда. Ну, ладно, в любом случае, как бы, успехов начинающим артистам, музыкантам и аниматорам. Вот. Когда что-нибудь нормальное снимете, тогда наберете. Едем дальше.